так будем ли мы бороться с алкоголем или нет об этом через несколько секунд здравствуйте здравствуйте вернемся к теме нашей предыдущей программы там мы задавали вопрос нашим телезрителям и нашим подписчикам в сетях фейсбука в контакте надо ли увеличивать расстояние от детских дошкольных учреждений и школ до мест где торгуют алкоголем и какие результаты этого вопроса да наши зрители были однозначны в своих суждениях и собственно результаты а социальные сети вконтакте у нас получили следующие данные считают что оставить нужно 20 метров от детских образовательных учреждений до мест продажи алкоголя всего лишь пять процентов наших читателей 50 метров сделать 5 процентов сделать 100 метров также 5 процентов и 150 метров и более согласно с этим 86 процентов в другой социальной сети распределили следующим образом ответы 20 метров как сейчас сделать 23 процента 50 метров ноль процентов 100 метров 15 процентов и 150 метров и более 62 процента то есть большинство голосовавших за увеличение расстояния причем увеличение до максимально возможных пределов 150 метров и более Не удивительно, что на эту тему высказались многие политики и контролирующие органы. И все, в общем-то, сходятся во мнении, что пока нет единого федерального закона, муниципальные образования должны прислушаться к мнению своих граждан и сделать максимально допустимые расстояния. Еще раз хочу напомнить, что расстояние от детских садов и школ до магазинов, торгующих алкоголем, устанавливается отдельным постановлением муниципалитета. На сегодняшний день в Архангельске действует расстояние 20 метров, в Северодвинске 30 метров. Например, в городе Коряжма установлено расстояние максимальное 100 метров. На сентябрьской сессии областного собрания мы приняли обращение к правительству Российской Федерации, чтобы был принят наконец-то федеральный закон, по которому будет установлено расстояние от школ и детских садов до магазинов, которые торгуют алкоголем, и чтобы оно было не менее чем 50 метров. Ждем ответов. А сегодня мы поговорим еще об одном вопросе, также связанном с нашей молодежью, и это информация Росстата о том, что у нас массовый отток молодежи из Архангельской области. Итак, по предварительной оценке специалистов, с января 2015 года до настоящего времени численность населения Архангельской области сократилась на 6400 человек, или на 0,5%, и составила 1 176 900 человек. Часть этого сокращения, безусловно, это естественная убыль, а часть это переезд в другие регионы. Ну и что ты думаешь, ты бы уехал из Архангельска? Ну, я думаю, что у меня еще здесь есть чем заняться, еще есть обширное поле для депутатской деятельности, а вот почему вы не уезжаете? А я на самом деле приехал из Москвы, я работал в Москве и приехал в Архангельск, потому что мне кажется, что наш регион очень может динамично даже развиваться, и для этого просто нужны люди, которые реально за него болеют и хотят его развивать. Ну, а наши СМИ, тем не менее, часто очень подают проблему отъезда жителей из Архангельской области как некую новость и практически, ну, наверное, глобальную масштабу проблему. А тем не менее, я провела такой небольшой эксперимент. В поисковой системе ввела запрос «Отъезд молодежи из региона». И что вы думаете, большинство наших регионов точно так же страдают такой же проблемой? Ну, люди, наверное, ищут, где лучше, потому что ищут работу, ищут достойную зарплату, ищут, где подешевле может купить жилье. В частности, многие ссылаются, что у нас в Архангельске жилье, и цены на жилье очень высокие. Ну, и по поводу жилья, Александр, почему же у нас все-таки так дорого стоит жилье? Я думаю, потому что у нас высокие аппетиты строительных компаний, потому что на самом деле строительство квадратного метра обходится порядка 30 тысяч рублей. Все остальное – это прибыль строительных компаний. То есть в эти 30 тысяч рублей уже заложена и транспортная доставка возможных там непроизводящихся у нас стройматериалов. Также у нас закладывается и стоимость земли. Все это в 30 тысяч рублей. Сейчас Палата молодых депутатов при областном собрании занимается также вопросом строительства нового и довольно дешевого и доступного жилья для молодежи. В частности, предложено возродить так называемые кооперативы жилищные и строительные для молодежи. Все мы знаем, что в 60-е годы это было популярно, и много квартир так было построено. Сейчас же мы говорим о том, что у нас, к сожалению, согласно федеральному закону, пока просто нет таких возможностей, не прописаны никак никакие регламенты для того, чтобы можно было возродить эти жилищные кооперативы. Но депутаты молодые не сдаются, они говорят о том, что можно все-таки каким-то образом придумать так, чтобы эту землю для строительства жилищных кооперативов, во-первых, давали бесплатно, это значительно уже удешевит. А также на этом, о чем вы сказали, не будут зарабатывать так называемые строительные компании, которые, в общем-то, все это себе просто берут в прибыль. Между тем, в регионе действует закон, так как у нас лесной регион, по которому каждый житель Архангельской области может получить 250 кубических метров древесины для строительства жилого дома. Это ему обойдется от 50 до 150 рублей, а по рыночной цене стоимость составляет от 3 до 4 тысяч рублей. То есть 250 метров получается от 15 до 25 тысяч рублей? Да, и человек может построить себе дом. Ну, безусловно, необходимо еще взять будет в аренду землю, необходимо будет вывести эту древесину, необходимо будет затратить силы либо деньги на то, чтобы непосредственно возвести этот дом. Но, тем не менее, это получается в любом случае существенно дешевле того квадратного метра, который у нас имеется сейчас на рынке. Сегодня ряд проблем с этим существует, и мы с Министерством лесопромышленного комплекса эту проблему обсуждаем и пытаемся принять тоже меры, чтобы упростить людям эту задачу. А о чем еще мы можем говорить, чтобы наши жители, особенно молодые люди, не уезжали из нашего региона? Может быть, какие-то инвестиционные проекты что-то у нас резко начнет развиваться? В ближайшее время инвестиционные проекты, которые планируются реализовываться в Архангельской области, это строительство распределительного центра компании «Магнит». Это будет довольно большой, ну, будем говорить, большой склад, с которого будет разводиться вся продукция по магазинам. Планируемый объем инвестиций порядка миллиарда рублей. С появлением распределительного центра налоги останутся в регионе, а не в Краснодарском крае, где зарегистрирована компания «Магнит». И дополнительно появятся новые рабочие места. Также в ближайшее время в областном собрании мы будем встречаться с представителями «Росатома», которые планируют на новой земле строить хранилище для атомных отходов. Объем инвестиций составляет порядка 11 миллиардов рублей. И вот «Росатом» как раз в случае успешного решения этого вопроса планирует привлекать компании, которые работают в нашем регионе. Также планируется строительство большого мусороперерабатывающего центра в Архангельской области. Объем инвестиций составляет тоже порядка 1 миллиарда рублей. Также ряд компаний, которые у нас работают в лесопромышленном комплексе, в частности, группа компаний «Титан» планирует инвестировать порядка миллиарда рублей в ЛДК-3. И группа компаний «Устьянская ЛПК» планирует строить завод. Объем инвестиций порядка 5 миллиардов рублей. Мне кажется, единственный и правильный вывод, который можно сделать из всего, что нужно срочно всем детям, которые у нас заканчивают школу и выбирают, куда все-таки им поступать, либо учиться на лесников, так как лесопромышленный комплекс все-таки, наверное, основной из тех, которые у нас есть, ну или идти все-таки в строительство, так как строить предстоит много. Когда мы говорим о крупных инвестициях, безусловно, надо не забывать о малом и среднем бизнесе, который надо сохранить, потому что очень большое количество людей в нем занято также, и мы сегодня решением этого вопроса занимаемся. Но, безусловно, очень важна и социальная сфера. У меня, например, четверо детей, и каждое воскресенье, выходные мы озабочены тем, куда все-таки детей повезти. Так, конечно, проблема социальной инфраструктуры и с проведением времени с младшим поколением. А я бы еще хотела обратиться к нашим телезрителям. Мы всегда говорим о том, что нам предстоит выбирать будущее наших детей. Так вот, мне кажется, что прежде чем отправлять вашего ребенка учиться на очередного юриста или экономиста, нужно все-таки понимать, что будет развиваться в нашем регионе и стремиться все-таки их отправить на те специальности, которые будут востребованы в нашей Архангельской области. Трудно с этим не согласиться. В общем-то, и от нас зависит, какой у нас будет город, как он будет развиваться. Поэтому я считаю, что каждый должен приложить все усилия, чтобы работать на благо родного города, чтобы здесь было жить красиво, чисто, уютно и благополучно. Ну а в финале программы «По традиции» мы запускаем опрос. Сегодня он звучит следующим образом. Как остановить отток молодежи из Архангельской области? Строить более дешевое жилье – первый вариант. Второй – развивать социальную инфраструктуру, сады, школы, кружки, спорт, объекты и секции. Третий вариант – довести уровень заработных плат до столичных. Четвертый вариант – никак не удержать, уезжают из-за климата. Ну и пятый вариант – свой вариант. Дорогие телезрители, ждем ваших ответов в социальной сети Facebook и ВКонтакте. Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На экранах телевизора вы видите наш электронный адрес. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok